Тормозная девчонка. Демократия. Что-то вот захотелось. Не все же в котиках ходить. У тебя котик. Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэра. Я рада приветствовать в этой студии журналиста Антона Кроссовского. Здравствуйте. Добрый вечер. Директор парка Горького Ольга Захарова, которая с 2011 года занимала эту должность, отправлена в отставку. Это дало повод поговорить о том, что наследие Сергея Капкова закончилось уже окончательно и совершенно, потому что парк Горького, это, конечно, была визитная карточка Сергея Капкова. Как вы считаете, все? Понимаете, закончилось не наследие Татьяны Сергея Капкова, и не Сергей Капков закончился долгих лет жизни моему другу Сергею, а закончилось просто время хипстеров. Поэтому, собственно говоря, сегодня в Фейсбуке, в нашем, в твоем и в моем, столько вони. Ведь это плач не по Ольге Захаровой. Ведь всем этим людям на Ольгу Захарову, которую я тоже очень нежно люблю, абсолютно наплевать. Людям просто не наплевать вот на те несколько лет, которые они прожили в Москве, столице хипстеров. Друзья мои, больше нет у вас этой столицы, нет больше вашей Москвы. Меняйте свои бороды, которые вы считали хипстерские, на окладистые и православные. Я директором парка, сейчас там какая-то промежуточная фигура, да, женщина, которая руководит парком, в котором стоят советские скульптуры, рядом с уродливым зданием Центрального дома художников, из которого давно пора уже сделать Центральный московский морг. Назначит, я очень надеюсь, Дмитрия Энтео, генеральным директором вообще всех парков и общественных пространств в городе Москве. А его начальником в ранге заместителя министра культуры и руководителя идеологического блока Министерства культуры города Москвы назначит лучшего друга нынешнего, так называемого, министра так называемой культуры города Москвы, кибовского хирурга, байкера. И вся эта замечательная пи-пи-пи-братья благополучно будет воцариться в столице нашей Великой Родины. Так что, Ольга Захаровна, понимаете, здесь вопрос не в том, что Ольгу Захарову уволили, потому что она Капковская, а просто вот время это кончилось, оно не нужно. Все эти люди лишние люди, вы все лишние люди в этом городе вновь. Нет больше дискурса об общественных пространствах, нет больше вашей современной архитектуры, не будет больше ваших фонтанчиков, вокруг которых вы медитируете на мягких бесплатных пуфиков, не будет работать никогда и без того не работающий Wi-Fi в парке Горького, ничего у вас не будет. А будут летать самолеты и проплывать пароходы. Привет, мальчишу, прямо прямиком из Сирии, на Москву, на Москву реку, в порт Пяти морей. А чем мешают хипстеры городу? Ну, они же, честное слово, это вот эта бесконечная теория о малых делах. Они никто. Мы вот свой огородик сделаем, мы не запалим. Значит, все хипстеры должны понимать, что свой огородик надо делать за 101 километром. Умные хипстеры уже это сообразили и в свое время, еще в 90-е годы, накупили там себе сказочные участки леса. Друзья мои, уезжайте, уезжайте, уезжайте из этого города. Если вы действительно хотели, правда, что-то в этом городе, как в городе, изменить, у вас сейчас при этой власти никаких надежд не должно оставаться. Ничего хорошего эта власть для вас не сделает. Сделает это больно. Но власть при этом очень продуктивная. Вы видите, она все время что-то делает. Делает мостовые, ставит какие-то фонарики, проводит праздники варенья. Какая-нибудь Вика Цыганова. Вика она, да? Вика Цыганова выступает на огромных площадях. Вот это вот все вам предстоит. Вы вернетесь в 97-й год, вы очнетесь во время следующего дня города, выгляните в окно, а мимо вас будет проплывать огромная река уродов в ушках. Эти ушки, такие ушки на голове, будут красиво мигать вам в ответ. Ну все, до свидания летней веранды, вкусные шаблишечки. Да нет, слушайте, не вкусная, а вкусненькая. Вкусненькая, простите. Да, значит, не до свидания, не летняя веранды, не вкусненькая шаблишечка. Вкусненькая шаблишечка, потому что точно не из-за не очень понятного человека кибовского исчезнет, а потому что вкусненькая шаблишечка дорога нынче, и привозить ее нынче, в общем, не очень, довольно накладно. А будет у вас крымская, покупайте его. Вот сейчас Сергей Минаев хлеб и вино купил, по-моему, 300 бутылок прекрасной марки СССР, крымской. Идите, наслаждайтесь. Вот, дело совершенно не в этом, а просто закончилось время развлечений, началось время страданий. Вы должны в это, наконец, поверить. Я вот сколько хожу сюда, в эту программу, все время говорю, будут страдания, будут страдания. Никогда никому не верил. Я начал говорить, что будут страдания, когда доллар был еще 32. Если вы помните... Когда это было еще не модно. Тогда еще не было страданий, понимаете? Тогда еще все эти разговоры и кривотолки о страданиях оказались абсолютно полным бредом сумасшествия, который иногда приходит в голову Павлу Глобе, когда он выпьет 8 бутылок вот этой самой шаблишечки. Но, друзья мои, страдания будут. Всего лишь год назад, я вам хочу напомнить, появился стишок. Минулый лет наступила осень, евро 49, доллар 38. Можете посмеяться вместе со мной над этим страшным стихотворением, которому всего лишь год. Ну да. Ну а еще какое-то время назад, как раз, когда Ольга Захарова приступила к своей работе, и когда был расцвет вот этого вот праздника и радости, все ходили и рассказывали, где нас бил ОМОН немножко, там теперь велодорожка. Ну, понимаете, проблем опять же нет. Все-таки не надо списывать со счетов личное обаяние Сергея Александровича Капкова, потому что, честно говоря, вам хочу напомнить, помните, был такой период, когда рядом вот с этим парком Горького, когда и Сергей Александрович Капков был министром культуры в этом городе, и Ольга Захарова благополучно была директором этого самого несчастного парка. Вот там рядом с этим парком организовали так называемый маленький майданчик. Не в том смысле украинском, что это смотровая площадка, а вот такое вот место, специально огороженное колючей проволокой, где могли собираться сумасшедшие люди. Гайт-парк. Гайт-парк. Он тоже был в видении общественных пространств и лично Ольге Захаровой. И нормальненько там разгонял ОМОН, гей-прайт, например, били людей до кровищи, и наплевать было. И людям, которые руководили общественными пространствами в нашем городе, и Ольге Захаровой было наплевать на то, что людям морду били в кровь. Поэтому, честно говоря, я знаком прекрасно с Ольгой, она хороший человек, и действительно выдающийся профессионал, с моей точки зрения, как и Серёжа Серёжа. Вообще, мой товарищ, но давайте просто у вас не будет никаких иллюзий на этот счёт. Это была просто виньетка на теле раздувающегося, разжиревшего, омерзотного совершенно левиафана, в который превратилась нынешняя власть. Наш слушатель Виталий пишет, а сам Антон не спешит сбежать в Урюпинск? Почему? Нет, Антон давно уже, так сказать, за очень небольшие деньги купил себе маленький кусочек леса, там же растит собачку, тыква в этом году не выросла, но петрушка была хороша. На одной петрушке долго не протяешь. А мята, какая у меня мята? Хорошо, ну можно... В общем, не пропадёте, Антон, вы вот как раз среди тех, кто свой маленький огородик. Нет, я как раз не среди тех, кто свой маленький огородик, я просто тебе говорю, я как раз нет. Понимаешь, Таня, я нет. Но просто люди, которые сейчас переживают по поводу Ольги Захаровой, это ведь люди, которые пытались свой маленький огородик культивировать вот здесь, вот в центре Мордора. Ну, друзья мои, ну нету здесь сельскохозяйственных земель. Нету здесь никаких условий для того, чтобы здесь колосилось и цвело. Здесь, как говорят в России, вообще-то говорят, зона рискованного земледелия. Вот вчера Капков, а сегодня Кибовский. А завтра к вам придёт хирург, вы не сомневаетесь. На место Кибовского, мальчика из спецшколы с красивой прической, похожего на американского телеведущего, придёт уродливое потное чмо, поверьте мне. Я предлагаю сделать здесь несколько минут паузы. Это особое мнение Антона Красовского. Мы скоро вернёмся и поговорим про Россию и Сирию. Эхо Москвы. События и комментарии. Я Владимир Варфоломеев. А я Александр Плющев. И мы вновь работаем в утреннем развороте. Но мы же не будем вести его вместе. Давай неделю ты, неделю я. Или две через две. С понедельника по четверг с девяти до одиннадцати. А иногда и до одиннадцати сорока пяти. Ну да, мы не одни, мы с девчонками. Я Владимир Варфоломеев. А я Александр Плющев. У нас программа «Плавленый сырок». Ну, во-первых, не «Плавленый сырок», а «Особое мнение». Меня зовут Виктор Шендерович. Это да. Это радиостанция «Эхо Москвы». Это тоже да. Сегодня суббота. А вот тут нет. По четвергам после семнадцати часов «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком. Блок-аут. По четвергам после двадцати. Новости Благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны. В программе Ирины Воробьёвой. Блок-аут. Каждый четверг после двадцати часов. В этот четверг эксперты программы «Кейс» Юлий Гусман и Юрий Кабаладзе. «Кейс» в четверг после двадцати двух часов. Эхо родилось в другой стране, которой же нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, страной, как мы менялись, как меняла страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. Интернете? За 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране, и что было у нас на Ифе. Радио «Эхо Москвы». В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения «Эховцев» за все 25 лет. «Эхо Москвы» совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы». Попроси, пожалуйста, чтобы Сан Максимович на следующем перерыве еще Антону чай зеленый принес. «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Это «Особое мнение» журналиста Антона Красовского. Конечно, тема дня — это Сирия. Владимир Путин подтвердил, что Россия будет поддерживать сирийскую армию с воздуха без участия в наземных операциях. Во всяком случае, пока Совет Федерации, как вы знаете, сегодня уже проголосовал. Да нет, Россия Путин не подтвердил, а просто уже начались бомбежки. Да, ну и уже первые авиаудары начались. Как только Совет Федерации проголосовал, было бы странно, если бы Совет Федерации, привет, Совет Федерации, не проголосовал за это. Более того, даже эта процедура на самом деле не нужна, это какая-то абсолютно формальная, специальная такая на экспорт процедура, она вообще никого не интересует, потому что Сергей Борисович Иванов уже с утра заявил, что все уже решено. Сергей Борисович Иванов у нас Совет Федерации, конечно, а никакой не Совет Федерации. Смотрите, здесь есть две составляющие. Они обе ужасные, выбирайте любую, они в одинаковой степени ужасные для тех людей, которые относятся к историческим процессам как к части личной жизни. Я человек, вот мы в этом смысле, здесь на этом радио есть люди, которые со мной солидарны, вот, например, Александр Глебович Невзоров, он относится к тому же типу людей, которые к историческим процессам относятся как к историческим процессам, то есть к тому, зачем можно наблюдать со стороны и как-то попытаться абстрагироваться, даже если эта черная дыра затягивает тебя абсолютно неумолимо в свою зияющую бездну. Первое – это, конечно, Россия. Как разваливающаяся империя, а ни у кого из вас не должно быть абсолютно никаких сомнений, Россия, безусловно, разваливающаяся империя и недоразвалившаяся империя, этот процесс развала не закончен и на нашей жизни, причем не на Татьяны жизни, не на моей, даст Бог мне здоровье жизни, а на жизни людей, которым за 60 и даже за 70 лет еще предстоит тот самый момент, увидеть тот самый момент, когда Россия доразвалится до какого-то следующего своего состояния. И то, что мы сейчас видим, это ведь те самые процессы, которые, например, шли в Советском Союзе. Вот Боинг уже был, а теперь пошел ввод интернационального контингента, Олимпиада уже у нас была, а нефть упала. В общем, все как полагается. Процессы ускорились, потому что время сейчас быстрее. И главное, как у любого стареющего организма, а разваливающаяся империя, безусловно, старый организм, время идет быстрее. Поэтому все произойдет довольно быстро. А все это что? Россия просто перестанет существовать в нынешнем его виде. В нынешнем ее виде. Это не значит, что русский народ перестанет существовать. Это не значит, что русская государственность перестанет существовать. А более того, я очень надеюсь, что это совсем не значит, что русская культура, как доминирующая культура на просторах Центральной и Восточной Европы, перестанет существовать. Но перестанет существовать имперская машина, которая когда-то построила и собрала все эти земли, а теперь несет совершенно неизбежно с ужасной скоростью все эти земли и всех людей, которые эти земли населяют. Говорят на этом языке и на языках, которые на этих землях находятся в какую-то чудовищную пропасть. А Путин, как любой стареющий император в такой ситуации, он ведь сначала пытался что-то сделать хорошее для страны, а потом увидев, что сделать ничего с этой страной на самом деле невозможно, он попытался для этой страны найти какую-то цель абсолютно внешнюю, потому что никакой внутренней цели найти не получилось. Потому что ведь Россия это не просто сырьевой придаток, даже не то, что стран Запада, это было бы странно, даже, видите, мы уже даже не являемся сырьевым придатком стран Запада, мы пытаемся стать сырьевым придатком стран Востока. А мы еще являемся и технологическим придатком стран Востока, потому что все, что у вас есть, это китайское или корейское. У нас есть ядерное оружие. — Мы его никогда не видели, с одной стороны. С другой стороны, не дай бог, нам его когда-нибудь увидеть. Но с третьей стороны, я абсолютно убежден, что нам еще предстоит когда-нибудь понаблюдать взрыв этого замечательного оружия. Но оно есть не только у нас, оно есть даже у Северной Кореи. Так что здесь нечему восхищаться. Это не такая уж сложная технология. — Самое главное сейчас, конечно, что мы являемся предатком культурным и предатком интеллектуальным. Мы не производим больше никаких выгодных, никаких интересных смыслов. Русские неинтересны. Понимаешь? — Вот американцы, например, всему миру интересны. Потому что есть Голливуд, потому что есть вот эта вот американская идеология. Интересны французы, интересны итальянцы, немцы интересны какой-то своей обстоятельностью, китайцы своим размахом и огромностью, как говорил государь-император Александр Третий. — А русские неинтересны приблизительно ничьи. — Ну как? Ну вот, во-первых, способностью выживать. Я думаю, мы точно можем быть интересны. — Поверь мне, люди, которые выжили в диких дебрях Амазонки на протяжении тысячелетий, добывая яд курара из каких-то там растений, они обладают гораздо большей способностью выжить в диких условиях, чем русские. — Долготерпение русское. — Долготерпение тоже. Нет ничего русского. Понимаешь? Нет, не существует ничего такого, что Россия могла бы сейчас предложить на экспорт. — Ничего, кроме того, что случайно оказалась на ее территории в виде полезных ископаемых. И они тоже, уже видите, как мы понимаем, теряют в цене. Дело не в этом. И вот он нашел вот этот вот заветный град Константинополь, вот этот вот Иерусалим святой, да, который он сейчас собирается взять, защищать любыми целями. Конечно, смешно, что Святой Град и Иерусалим сейчас находятся где-то между Дамаском и Алеппо. А смешно, что защищать приходится нелепого, куцкого, абсолютно англоязычного, американизированного парня, Башара Асада, которого хотят сместить эти же самые американцы. Смешно, что сегодня на Первом канале какая-то девочка или мальчик, кто там ведет все эти новости, говорила фантастическую совершенно фразу, я прочел ее в интернете, о том, о жестком кулаке Ирана, Ирака, Сирии и России. Ну и дело даже не в этом. Дело ведь даже не в том, что наши союзники сейчас не англичане, не немцы, не итальянцы, а Сирия, Иран и Ирак. А дело в том, что все это вообще бессмысленное бултыхание России и всего мира перед надвигающимся вторым пришествием Мавров. Это пришествие состоится. Мы ничего не можем с этим сделать. Ни Путин, ни Обама, ни Америка всей своей мощью, ни даже Китай всей своей огромностью. Никто не может изменить исторические процессы. Иногда людям на Западе кажется, что там где-то вот эти вот черненькие, маленькие, глупенькие, орущие бесконечные люди, бегающие вокруг каких-то непонятных им на Западе святынь, купятся сейчас на какой-нибудь айфон, джинсы, бусики или даже, может быть, американское кино. Это не так. Вот это не так. Когда гунны наступали на Рим, римляне тоже думали, что вот сейчас они выкинут им парочку украшений, два чертежика каких-нибудь акведуков, покажут Апиеву дорогу и научат ваять статуи. И вот эти гунны оккультурятся, превратятся в таких же римлян, поселятся где-нибудь за границами империи, и все будет хорошо. Нет. Гунны в любом случае придут в Рим, гунны в любом случае сметут этот Рим, и Рима как такового не будет. Вопрос только времени. В данном случае Рим, конечно же, это уже не Москва. Москва это такая дальняя римская провинция. Вот что бы мы ни говорили, как бы мы ни хотели, чтобы у нас был какой-то собственный путь, как бы мы ни пытались сейчас показывать ухмылки, ужимки, вот эти чудовищные совершенно свои ёрнические кривляния Обаме, все равно мы являемся сейчас с исторической точки зрения дальней римской провинцией. Мы такие дальние галлы для американцев. И вот на дальних галлов, то есть на нас, сейчас наступают вот эти какие-то кочевники. Кочевники перемелят и нас в итоге сначала, а потом и американцев. Вариантов у нас нет никаких. Сделать мы с этим ничего не можем. Ну, то есть, неважно, поддерживаем мы Асадов в Сирии, не поддерживаем, воюем мы там, не воюем. Ну, неважно, речь ведь идет о российских военнослужащих, которые отправляются в другую страну войны. Понятно, что с одной стороны, можно сказать, все ужас, 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 Афганистан, Афганистан, Афганистан. С другой стороны, ну что там российские военнослужащие? Там несколько самолетов, которые сейчас абсолютно под телевизионные камеры, потому что ничего в мире больше не осталось, кроме пиара, разбомбят там что-нибудь. Разумеется, бомбить они сейчас будут, наверное, не ИГИЛ, а будут бомбить антиасадовскую коалицию. А потом, может быть, примутся за ИГИЛ. Но, в сущности, вы, пожалуйста, не верите, конечно, Путину, не ИГИЛ его враги. Его враги, конечно, те, кто хотят сместить Асада, то есть, американцы, и англичане, и французы, которые сегодня заявили, что Асад проводил геноцид. А мы, честно говоря, этого не знаем. На самом деле, то, что происходит с Асадом, это ведь проблема, прежде всего, Запада, потому что они его упустили. Он же абсолютно западный парень. Ну и Владимир Путин на Генассамблее, он тоже говорил, смотрите, вообще, что вы наделали западным странам, в первую очередь. Он в душе время это говорит, уже 15 лет. Делаем небольшой перерыв, и особое мнение Антона Красовского продолжится. А ты спрашиваешь, почему я в черном? Вот потому, Антон, я и в черном. Вылетаю глубоко, извините. А на сколько? У нас 40 секунд вылетели. На 30? На 30 секунд. Надо было ровно в 30, да. А там прям вот такая реклама? У нас же завязано радио и телевидение, там синхронный эфир, и там надо прям вот ровно-ровно выходить. Да, у нас всегда на НТВ в прямом эфире было плюс 20 секунд. У вас на НТВ? Может быть. Я понимаю, что НТВ, конечно, не такая серьезная организация, как РТВА. Нет, нет, но у нас просто новости всегда тоже очень строго. Венедиктов следит за тем, чтобы новости выходили вовремя. 30-0-0. А, новости, все, я понял. Я думал, что это рекламная точка, а это новости. Это правда, это правильно. Это объекты группировки «Исламское государство», которая запрещена в нашей стране. Между тем, в Вашингтоне настаивают на том, что российская авиация атакует цели на тех территориях, которые не захвачены радикальными исламистами. Но тем временем министром странных дел России Сергей Лавров представил члены... That's exactly what I told about. ...поцессии для координации действий всех сил, которые противостоят исламисты. ...берегим террористическим структурам. Ранее, но вы выступая на агент Ассамблеи ООН, президент Владимир Путин, предложил согласовать с Аббиейу резолюцию с подобной координацией действий. Полиция будет и дальше охранять 46 федеральных музеев и архивов. О этом заверил министр культуры Владимир Мединский. В целом же общая численность сотрудников правоохранительных органов, которые охранят объекты культуры, сократится почти на две трети, добавил он. Об этом, по словам Мединского, договаривались рабочие группы Минкультуры и МВД. В Москве сейчас 11 градусов, давление 454 миллиметра клубного столба. Завтра днем ожидается местами небольшой дождь, плюс 12-14. Яков Широков, служба информации, Эхо Москвы. А я вот квартиру купил. Кризис? Квартиру? Да, квартира возле ветра с отделкой под ключ и всего 3 миллиона. Всем советую и советую поторопиться. Звоните. 495-266. Слушай, а что за заведение, я так понимаю, оно тоже, что ли, Минаевское, на Казицком приулке, а то около Тверской? А там хлеб и вино, по-моему. А, там хлеб и вино. Просто мне там назначили встречу, я пытаюсь понять, это хлеб и вино или что-то другое. В заведении под названием Духлес Бар буду давать скидку тем, кто снимался в фильме Духлес? Пока снимался в фильме Духлес? Да. Фокол качества. В роли самой себя. А это во втором, что ли? Да. Да. Блядь, по-моему, смотри. Прикинь. И Венедиктов там присутствует, в виде твиттера своего. Да. Бразик. Сволочь. Сволочь, это сразу. Нет, не будут. А почему ты меня спрашиваешь? Я что, я имею в виду какое-то отношение к этому барышу? Ты не дружишь с Минаевым? Ну, а с кем я дружу? Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа Эхо. По будням в 6 часов вечера. Эхо Москвы. Мы с вами. В 47 надо будет закончить. Да, ровно в 47. Да, там джингл, мы уходим на регионы. Тебе не видно время? Я не вижу секунды. А, ты не видишь секунды. Я вижу только минуту. Я тебе тогда за 20 секунд скажу, ладно? Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня журналист Антон Красовский. Мы так ушли довольно в глубокую, широкую тему цивилизационного конфликта и культурного. Но если все-таки вернуться к теме России и Сирии, вот Владимиру Путину зачем эта война? Владимиру Путину очень важно показать, что он в деле. Владимиру Путину очень обидно, что его выкинули из всех человеческих коалиций. Потому что те коалиции, о которых Владимир Путин говорил на Генеральной Ассамблее ООН, когда выступал там позавчера, это, конечно, абсолютно фиктивная организация. Типа там «Большая двадцатка», вот это все. Это какое-то все такие иллюзорные объединения странных каких-то чувачков, которые, я понимаю, что сейчас напишут «О, Бразилия, Китай». Конечно, друзья мои, это огромные страны, но тем не менее, с точки зрения, опять же, управления мировыми процессами, страны эти ничтожны. И Бразилия, и, так сказать, Аргентина, и Индия. Это, в общем, довольно социалистические государства сателлиты, так или иначе. Вот. И Россия, безусловно, и государство сателлит. Проблема, понимаете, в том, что Россия все никак не может пережить вот это вот ощущение падения, да, которое на самом деле, ведь оно нереальное. Мы не падали никуда. Мы просто всегда себе всю жизнь говорили, что мы очень высоко. А мы высоко не были никогда. Россия не выиграла никогда ни одной внешней войны. Россия, все войны, которые Россия так или иначе выигрывала, это не все войны, между прочим, происходили на территории, собственно, России. То есть, когда весь народ, как единый устав, вставал лес в окопы, за ним шли загранотряды и так далее. И русские находятся сейчас в очень невыгодном положении, действительно. В стране, территорию которой они просто с точки зрения популяции не могут контролировать. И мы должны это честно себе признать. И я вот как человек, работавший когда-то на избирательной кампании, то есть для человека, которому важно, как проголосуют регионы, да, как человек, работающий на Большом Федеральном Канаре, для которого важно, наверное, должно было бы быть важно, а посмотрит ли тебя на Дальнем Востоке или нет. Вот здесь, понимаете, надо понимать, любой политик, конечно, скажет, важно, 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 но в реальности он понимает, что, конечно, нет. Конечно же, никому в действительности не важно, как проголосует Владивосток, там живет 600 тысяч человек, как в Подольске и Серпухове вместе взятых. А совершенно неважно, как проголосует Хабаровск. Все люди, которые в этой стране живут, 90% людей живут, включая Урал, да, вот здесь, вот в этом центре. И России, конечно, предстоит сгруппироваться в следующем каком-то своем витке. В витке, безусловно, национального государства. Вот это мы тоже должны понять, что это будет государство русских. Точно так же, как в Украине сейчас формируется государство украинцев, и только национальное государство. И в данном случае я не являюсь националистом, как и нацистом, но мы должны это понимать. В европейский путь, так сказать, следующего витка, это объединение в некую сеть абсолютно национальных государств. Германия, Франция, Швеция. Там будет жить большое количество мигрантов. Но ведь Европа пошла по пути мультикультурализма. Там будет огромное количество мультикультурализма. Но все будут понимать, что это национальное государство, так или иначе. Понимаешь, мультикультурализм мультикультурализмом. Но Германия в культурном своем коде все равно остается страной немцев. И когда ты говоришь о мультикультурализме, это значит, что Германия принимает большое количество мигрантов. Но это не значит, что Германия перестраивается в их культурный код. Но в Конституции Российской Федерации записано, что Российская Федерация это многонациональная, многоконфессиональная страна. Но это будет государство, страна русских, и это мы должны понимать. И у меня нет никакого сомнения, и мне совершенно не важно, что записано сейчас в Конституции Российской Федерации, потому что сейчас в Конституции Российской Федерации записана страна от Калининграда до Владивостока. Я говорю о том этапе, когда не будет уже в этой стране ни Калининграда, ни Владивостока. И то, что сейчас Россия начинает как раз вот смысленно территориального единства, потому что Россия втянется так или иначе в большую войну. Она уже все является участником этой большой войны. Вы в это не верите. Вы на сайте Эхо Москвы можете выкладывать фоточки какой-то дебилки из ВКонтакта, которая фотографируется на фоне портрета Башара Асада, и говоря, не бойтесь, парни, пойдем сейчас. Ребята, мы втянулись в большую войну. В этой войне будут гробы, а в этой войне будут смерти, это будут тысячи погибших русских ребят. Смотрите, была вот эта вот... Я не хочу использовать слово историю, потому что слишком много человеческих жертв, но мы слышали целый год про Новороссию, мы видели, как там добровольцы отчаянно ехали туда, люди там погибали, и груз-200 оттуда приходил и, видимо, продолжает приходить. Сейчас нам про Новороссию не рассказывают ровным счетом уже ничего. Ну, нет такого в повестке дня федеральных телеканалов. Наверное, я не смотрю федеральные телеканалы. Практически не осталось. Там теперь все Сирия, Новороссию слили. То есть это был такой временный проект. Может быть, и Сирия будет так же, что сейчас там... Нет, ну ты понимаешь, что это значит, что Россия находится в состоянии... Там точно так же туда, точно так же ехали люди и погибали. Это разные немножко вещи. Сейчас Россия официально находится в состоянии войны. Российское государство официально эту войну объявило. У российского государства официально попросили поддержку власти Сирии, так называемой, опять же, власти Сирии. Потому что, конечно, мы понимаем, что Башарасад контролирует только там одну пятую территорию Сирии. И более того, мы прекрасно понимаем, что сейчас русские там побомбят, а потом все равно этого Башарасада американцы схорчат и даже не заметят, как его хрящики похрустят на их желваках. Дело совершенно не в этом. Просто сейчас война идет по нарастающей. Это снежный ком. Начали... Ввели зеленых человечков в Крым. Вообще никто не погиб. Следующие войска появились в так называемой Новороссии, то есть на Донбассе. Теперь уже официальная война в Сирии. Поверьте мне, будет и четвертый, и пятый этап. Будет большая война. А главное, вы что сейчас думаете? Вы думаете, миллионы людей, против которых сейчас воюет Россия в Сирии, они этого не заметят, что ли? Вы правда думаете, что если русские начнут бомбить исламское государство, вы здесь, в своих городах русских, в Волгограде, в Ростове, в Астрахани, в Москве, в Петербурге, в Архангельске, в Петрозаводске, в Новосибирске, в Челябинске, вы не увидите терактов, что ли? Увидите все. Все это будет, потому что война хлынет в ваш дом. Война, как огромное цунами, захлестнет Россию. Вот из-за этих пяти довольно старых, бессмысленных самолетов, которые сегодня вылетели на боевое дежурство. И тем не менее, Владимир Путин, понимая все риски, на это идет. Владимир Путин, к сожалению, не понимает никаких рисков. Понимаешь, здесь вопрос, вот, а что случилось с Ольгой Захаровой, ведь ответ же тот же самый. А это все уже давно вне контекста здравого смысла. Все, что делает Владимир Путин в последнее время, это к здравому смыслу не имеет никакого отношения. Но другое дело, ведь обвинять его в этом нельзя, потому что Владимир Путин, он как бы уже не очень человек. Он как бы полубог. Как любой стареющий император, который, безусловно, унесет с собой либо всю империю, либо, как государь-император Николай Палыч, умрет от обиды, что империя не уйдет вместе с ним. А у Путина ровно та же самая история. Это все не поддается никакой логике. Ему самому нужно куда-то вернуться. Ему самому нужно для себя найти какую-то вот эту священную войну, в которой он, может быть, не победит, но просто поучаствует. Он сам уже живет в мире галактик и туманностей. Он не живет в мире Тани Фельгенгауэр и Антона Красовского. Он не живет в мире пенсионеров, в мире железных дорог. Он не живет в мире обанкротившейся компанией TransAero. Он не живет в том мире, где нефть стоит 43, а будет стоить 30. Он не живет в том мире, где людям не платят зарплату. Он не живет в том мире, где груз по железной дороге идет 7 дней от Челябинска до Перми. Он не живет в этом мире, понимаешь? Он живет в мире туманности Андроменды. Он живет в мире, где есть Христос, где есть Мария Магдалина, где есть апостол Павел. Он разговаривает с ними, его интересуют их терки. — Рядом с ним есть люди, которые видят мир реальный? — Нет, рядом с ним никаких этих людей. Вообще никаких этих людей рядом с ним нет. Все эти люди, которые могут что-то говорить, которые думают как-то по-другому, которые могут как-то, могли бы как-то изменить ситуацию, они на самом деле находятся на дальних-дальних обочинах вот той самой парадигмы, где принимаются решения. Вот где, например, сейчас находится прекрасный человек Сергей Капков. Сергей Капков находится приблизительно нигде. Вот сегодня, пока после того, как Совет Федерации ритуально проголосовал за ввод российских войск в Сирию, из Совета Федерации ушел единственный приличный сенатор, известный тебе Константин Добрынин. Он выступал сегодня в Сенате с прощальной речью. Вот они, эти люди, их нет. Те люди, о которых ты имеешь в виду? Сечин Игорь Иванович, прости, Ковальчук Юрий Валентинович, Симченко, Ротенберге. Но это люди, которые будут похоронены вместе с Путиным. Это его терракотовая армия. В эту гробницу они лягут все. Я не знаю, понимают они это, не понимают они это, могут они что-то предпринять, не могут они что-то предпринять. Это вообще неважно. Они не являются вершителями исторических законов, извини, пожалуйста, и писателями этих законов. Они являются просто мелкими фигурантами истории, которые сейчас движутся все в России. И получается, что вершителями не являются и граждане Российской Федерации, и люди, которые... Нет, 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 это исторические законы. То есть никто ничего решить не может, и изменить тоже не может. Сейчас никто ничего решить не может, и изменить никто не может. И мы должны в это поверить, правда. Вот там бегает такой человек, Владимир Милов, бегает, все время проигрывает все выборы, все время рассказывает, что эти выборы необходимы, все время, когда выигрывает какой-нибудь там специальный договорной коммунист где-нибудь на дальних рубежах этой империи, рассказывает, как нужны эти выборы. Не надо ничего делать. Вот сейчас что-то должно произойти помимо нас всех. Мы просто должны... Те люди, которые должны принять Россию в следующем витке, просто должны сохраниться. Я поэтому прошу и Капкова, и Добрынина, и каких-то нормальных других людей просто сохранить себя для будущего России. Потому что это будущее наступит. Хочет этого Юрий Валентинович Ковальчук или нет? Сделает для этого что-то Сечин или нет? Будет в этом будущем Путин или нет? Это было особое мнение Антона Красовского. До свидания. Эхо твоего города. Ну, хорошо. Ответишь для Горы Мурзея на вопрос. Я в фестивале. Оскорбил ли посол Андреев поляков, возложивший на Польшу ответственность за развяжение Второй мировой войны? Человек, который официально представляет страну, откусивший половину территории, то есть страны во время Первой мировой войны, не просто оскорбил, а нанес буквально смертельное оскорбление полякам. Я вообще удивляюсь, почему этот посол до сих пор там работает, и почему этого посла до сих пор не выслали. И я честно удивляюсь, почему этому послу до сих пор не шлепнули просто запрет на въезд вообще в страны Шенгена. Ой, извините, во Второй мировой войны. Да, надо переговорить, да? Да, пожалуйста. Хотя он начал. Да. Он не просто оскорбил поляков, он нанес полякам чудовищное, непростительное оскорбление. Оскорбление, из-за которого в XIX веке вообще-то, говоря, стрелялись, а сейчас должны были бы, безусловно, выслать из страны. Откровенно говоря, я удивляюсь, почему поляки этого не сделали. Хочется напомнить послу Андрееву, что Россия, тогда Советский Союз, отхватила половину территории Польши во время Второй мировой войны. Это, конечно, безусловно. Советские Союзы Германия несут полную ответственность за развязывание Второй мировой войны, и Польша одна из, в общем, может быть, даже главная страна, которая в этой Второй мировой войне понесла настоящие, действительно, чудовищные потери. Понятно, что Советский Союз понес 27 миллионов жизней и так далее, но большего унижения, чем пережила Польша тогда, в 1939 году, не перенес никто. — 22 года назад штурмом был взят здание Верховного Света. Чью правоту с тех пор подтвердило время? — Я не являюсь рупором времени, я являюсь Антоном Красовским, человеком, у которого есть свое мнение. Я тогда, к своему стыду, находился рядом с созданием Моссовета и защищал правящую верхушку, защищал Ельцина. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...